Зачем Путин ее начал? Чтобы дальше сидеть в кресле президента, как имперец и собиратель русских земель, или это личная месть человека, которого, как он считает, Запад постоянно унижал? Ну, во-первых, сложно анализировать, потому что каждый из этих возможных гипотез, он достаточно весомый, чтобы для человека с его деформацией мышления, после 20 лет власти больше, и с таким бэкграундом силовика, ну, могло бы любой из этих причин. Но здесь для меня важнее, как думают люди, которые находятся недалеко от него. И я, к счастью, общался в конце прошлого года с такими людьми, которые предупреждали о серьезной опасности, что он начнет войну. И вот в их понимание причиной были конкретно первые из ваших гипотезов. Именно то, что он боится, что иначе не навсегда будет в этой кресле. То он боится от того, что социальное напряжение, социальное требование молодой части населения, они угрожают режим, систему, которая он хочет, чтобы она осталась навсегда. Он понимает такие угрозы и должен найти повод, чтобы замкнуть общество еще больше. И вот в декабре была такая уверенность у них, что он начнет войну именно с такой целью, чтобы сделать навсегда свой режим. Правда, то, что сейчас происходит, это действует в обратную сторону, потому что я думаю, что он приближает конец его режима. Но, скорее всего, он думал, что будет так, как ему казалось. Свежая информация. Зелинский заявил, что Эммануэль Макрон предлагал Украине пойти на определенные уступки в отношении суверенитета для того, чтобы помочь президенту России Путину сохранить лицо. Как вы отреагировали на этот пассаж президента Франции? Конечно, здесь реал политик, который французам, а другим странам тоже, казалось бы, может быть приемлемой ценой для того, чтобы сократить объем жертв, ускорить конец войны. Но они же не понимают, что это предложение, которое абсолютно неприемлемо для украинского, вообще политической жизни в Украине, что любое такое соглашение со стороны украинских властей будет означать предательство Украины, не Россия. Там нет такого полного суверенитета власти от своего народа. И поэтому это абсолютно невозможно. Я не понимаю, почему Макрону никто это не объяснил до того, как он предлагал этого. В одном из интервью вы провели параллель с сюжетом из «Крестного отца», где Дон Корлеоне хотел, чтобы его сын Майкл Корлеоне не пошел по стопам мафии, а стал сенатором Корлеоне. И вышел из тени криминального клана. Но не получилось. Такую же прозрачную судьбу якобы готовили чекисты своим детям. Но Путин этой войной закрыл им путь в большую политику, так как окружение президента многие называют военными преступниками. Их детям будет сложнее отмываться от папиных грехов. Насколько этот конфликт между Путиным и влиятельными силовиками очевиден? И аналитически, и на основе данных этот конфликт есть. Насколько он реализируется в какой-то бунт, в какой-то мини-революции, еще не могу сказать. Скорее всего, потому что те же самые люди, которые получали часть денег или которые получали часть задач как-то хранить эти деньги и за ними присматривать, они никогда не были суверенными своих действий. Поэтому не знаю, как этого делать. Но конфликт, он очевиден, он предсказуемый, потому что эти люди же платят цену, которую никто им не сказал заранее, что они будут платить. Часть сделки, которая была с этой элитой, она включала именно такой баланс интереса. Вы можете там лететь, быть в Монако, встречаться и спонсировать вечеринки политических партий. И вообще делать от себя каких-то белых и пушистых. Но за это, конечно, есть границы, красные границы, которые вы не можете пересекать. И деньги, которые вы должны держать в общаге. Сейчас все это пропало. Что он может им еще дать, чтобы они остались лояльными? Практически уже ничего. Нет ресурсов, которые можно перераспределить. Нет возможности больше импортозамещения, которые можно им передать. Нет Крыма, который раньше был разделен между этими олигархами, чтобы как-то покрыть их затраты в 2014 году. А сейчас такого нет. Они же не выиграли ничего ценного в этой войне, не выиграют. Поэтому, опять, аналитически здесь можно ожидать все больше и больше кризисов в отношении Кремля и элиты. Что мы видим? Ну, видим, опять, много изломанных корреспонденций, которые хакеры с нами делятся. А сейчас очень много таких изломанных корреспонденций. И там видим реально прямые описания вот такого недовольства. Какое-то саркастическое отношение к войне и неожидание никаких позитивов для России. В некоторых случаях очень жесткие критики по отношению к решению пойти на войну. Так что здесь, скорее всего, вопрос не в том, есть ли такой конфликт, а реализируется ли он в какое-то действие этой элиты против Кремля. В продолжение этой же темы. Недовольство может усилиться, если, как у нас говорят, Акела промахнется. Это из Киплинга. Россия теряет, к примеру, Луганск, и линия фронта смещается к российским границам. И тут появляется некий полковник по имени граф Штауфенберг и условно кладет портфель с бомбой под ноги Путину. Идея покушения на Гитлера, я напомню, возникла только тогда, когда стало очевидно, что война проиграна, и надо было спасать Германию от полного разгрома. Я думаю, что именно информированная элита внутри силовиков, они понимают, что война проиграна, потому что война была оформлена доктринально, как то, что надо было закончить в течение одной недели. Сейчас то, что происходит, это какая-то вторая война, которая еще не проиграна до конца, но первая же проиграна, это точно. Вторая, шансы на ее выигрыш тоже не гарантированы. Мы видим очень такие прогнозы, которые нельзя назвать оптимистичными с российской точки зрения, от тех, которые более достаточно информированы, но более свободно могут высказывать свое мнение. Даже если мы посмотрим то, что пишут телеграм-каналы наемников, которые, ну там, вагнеровцев и других, которые довольно информированы, потому что они участвуют в этой войне, они критикуют отсутствие стратегии, отсутствие тактических способностей у генералов, у генштаба, уже мало говорит о том, что Гиркин пишет, это военный преступник, который все-таки должен что-то понимать от военных действий, потому что руководил им в 2014 году. Поэтому элита силовиков, они понимают, что путей к выигрыше этой войны без мобилизации и без социального взрыва, который будет после этой мобилизации, очень мало. Такой мобилизации из-за этого социального взрыва Путин формально не делает. И есть такой пессимизм среди этих силовиков, как вообще выйти из этого. Поэтому я думаю, что вполне возможен такой сценарий. Конечно, этот сценарий может появиться и слева, и справа, в смысле, из той части силовиков, которая хочет, чтобы война была жестче, и чтобы не было никаких там этических препятствий от использования химического оружия, например, или ядерного оружия, а может быть из другого конца, который считает, ну, что хватит, мы уже пробовали один раз, лучше не тратить больше, еще 10 тысяч жизней солдатов и офицеров наших же. Так что с любой стороны может прийти это. И, конечно, есть и вариант, в котором сам Путин дает приказ выполнить какой-то из этих, ну, например, критических решений, например, применение ядерного оружия, и кто-то из тех, которые должны его применить действию, отказывается выполнить, вот этот сам отказ будет триггером такого же, скорее всего, переворота, госпереворота, потому что после отказа одного даже из этой цепочки пирамид ответственности выполнить приказ царя, то все очень быстро пойдет вниз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!